Всем привет! Вы на канале ButtonIT и с вами Саня. Это видео будет состоять из двух частей и коснется активации и полной настройки быстрого запуска эксплоита на PS5. Данный метод работает на всех PS5 с прошивкой 403, 450 и 451. В моем случае PS5000A с прошивкой 450. Первое, что нужно сделать, это правильно подключиться и настроить сеть. Для этого переходим в сеть, выбираем настройки, смотрим, что галочка вверху стоит и нажимаем установить соединение с интернетом. У вас тут будут найдены ваши и не только ваши Wi-Fi сети. Вот например моя, которая раздается со смартфона. Вместо этого переходим в самый низ и нажимаем настроить вручную. Вы можете использовать как кабель LAN, так и беспроводной Wi-Fi. Выбираем нужное вам. В данном пункте выбираем ввести вручную. В пункте SSID вам нужно точно и правильно ввести название вашей сети. Это очень неудобно, на PS4 было лучше, но делать нечего. Вводим. Далее выбираем способ защиты. У меня на сети установлен пароль. В 90% случаев вам нужно выбрать третий нижний пункт. После этого нужно ввести пароль от сети. Остальное пропускаем и останавливаемся на настройках DNS. Нажимаем и обязательно выбираем вручную. Откроются два пункта. В основном DNS вводим значение 165, 227, 83, 145. Точно так же, как и на видео. И нажимаем готово. В поле дополнительный DNS вводим цифры. 108, 61, 128, 158. Именно так. Проверьте. После этого также жмем готово. Все остальное оставляем как есть и жмем готово. Данные адреса блокируют доступ к серверам Sony. Вы сможете спокойно пользоваться интернетом и не бояться, что вам прилетит обновление системы и патчи для игр. А также это позволит активировать exploit. Пока я это говорил, мы уже проверили соединение и увидели, что все подключено. Теперь заходим в руководство пользователя, здоровье и безопасность и прочая информация. Выбираем руководство пользователя. Происходит кэширование странички в память PS5. Напомню, что в PS5 нет доступа к браузеру и адресной строки, но благодаря прописанному DNS нас перенаправляют на хост, где можно вызвать адресную строку и попасть на любой сайт. Делается это двойным быстрым нажатием кнопки L2. Открывается вот такое окно. Переходим в самую верхнюю строчку и нажимаем крестик. Выпадает клавиатуру, на которой можно написать любой сайт. Однако мы напишем вот такой. После чего жмем готово. Переходим правее и нажимаем submit. Нас перекинул на сборник хостов. В правой части видим скромную кнопку PS5. Переходим туда. Сейчас доступно три хоста. Я выберу от спектра. Просто наводим и нажимаем крестик. Теперь нас ожидает вылет ошибки оперативной памяти. Такое может случаться от 0 до нескольких десятков раз. Надо набраться терпения и просто нажимать ok. В моем случае данная ошибка вылетела 6 раз. В итоге мы должны увидеть окно. Ready? Готовы? И нажать ok. Так как я запустил exploit в первый раз, то не знал сколько точно должна висеть эта табличка. На камере было мало памяти и я подумал, что все зависло. Поэтому поставил на паузу. Вдруг сработает. И еще где-то через минуту ожидания у меня вылетели остальные надписи. Короче надо ждать минуты две. По итогу у нас включены дебаг настройки, пропатчен крест и включен загрузчик L файлов, который можно пробросить через порт 9020. Неплохой набор. Выходим назад. Попадаем в настройки и не видим пункты дебаг настроек. Это норма, чтобы он появился надо перезайти в настройки через главное меню. Вот оно. Дебаг настройки на PS5. Да, рут права получены. Дополнительный пункт открыт. Тут все очень похоже на то, что имеем на PS4. Пакеты также устанавливаются через packaging style. Единственное, что при входе в каждый пункт сначала выбивает ошибку и только потом видно сами пункты меню. Похоже было с первым взломом 6.72 на PS4. Хотя это не удивительно. Тут используется та же уязвимость едра, что и была на 6.72 и 702. К сожалению, в PS5 присутствует дополнительная защита в виде гипервизора, поэтому запускать не подписанные приложения пока невозможно. Исключение только PS2 образа. Да и те уже невозможно или практически невозможно запустить на PS5. Я сейчас говорю о методе MasterCore от разработчиков Турт. Видео о методе есть на канале. Подсказка будет в правом углу. В октябре у меня была инфа, что гипервизор вскроют через месяц. Ну а потом пришла инфа, что в старых прошивках ниже 3.0, а именно на какой версии говорить не будут. Гипервизор уже побежден. Потом это пропалили англоязычные ребята и в итоге вроде как взлом должен быть. Но есть ли он точно, я не знаю. Скорее да, чем нет. Однако надо проверить еще одну вещь. Настало время теста режима покоя. Да-да, как же без него. Все по классическому жанру, как это было на PS4. Дебаг настройки на месте и они работают. Прямо отсюда можно войти в режим покоя. Удобно сделано. Жалко конечно было бы быкнуть ее в первый же запуск взлома. Но что поделать, надо писать контент. Да и самому интересно посмотреть. Ребутик увидите хотя бы. Переход в режим покоя занял 38 секунд. Оранжевый индикатор не мигает. Заснуло. Запускаем ее с кнопки на геймпаде. Выход из режима покоя занял всего 12 секунд. Заходим в наш профиль. И надо поскорее зайти в настройки. Интересно посмотреть, остались ли дебаг настройки. И да, они на месте. Режим покоя работает. Все везде заходит и открывается. Неплохой получился эксплойт. Даже без ребута. Ждем новых достижений сцены. Ну а тут пока все. Выход второй части напрямую зависит от того, смогу ли я пробросить прелода на PS5 со своего ПК. С PS4 у меня этого не получалось сделать. Посмотрим, что будет тут. Вот мой инстаграм и другие социальные сети. Ссылки на донат в описании. И как всегда, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До свидания.